В Кицканах жителям пришли платежки с огромными суммами за вывоз мусора до 5 тысяч рублей. Сельчане возмутились за что, ведь они не заключали договор на вывоз мусора. Наталья Ткачук отправилась в Кицкан и разбираться в проблеме. Сегодня у сельсовета в Кицканах собрались десятки сельчан. Хотят разобраться, почему при оплате коммунальных платежей вылезли долги, да еще не маленькие, в тысячу, две и даже пять тысяч рублей. В частный дом. Я пришла оплачивать коммунальные услуги. И мне на почте сказали, что я должница 2,5 тысячи, хотя я не заключала договора. Я ни одного килограмма мусора не сдавала. У меня дачный участок здесь находится. Я оплачиваю коммунальный свет и газ на почте. Прихожу, она говорит, а за мусор вы будете платить? Я говорю, за какой мусор? Я оплачиваю в городе мусор. А вот у вас там 900 или 1000 рублей. Местный глава Виктор Медведев объясняет. Это налог, который должны платить все, кто не заключил договор на вывоз мусора. Закон действует еще с 2018 года. Тогда сельчанам дали год, чтобы решить, что выбрать – договор на вывоз или налог. Целый год платеж не взимали. А сейчас налоговая сделала перерасчет. Год прошел, и на следующий год, в 2019 году, сказали, извините, кто не заключил договор, тому будьте добры, раз вы не желаете платить за оказанную услугу, будьте добры, платеж оплачивайте с каждого прописанного. И вот это за два года, с половины, потому что сегодня уже июнь, естественно, это все набегает, вроде бы немного, 18 рублей с человека прописанного. Когда умножаем на 3, 4, 5 прописанных, набегает туда сумма. Сельские жители в сложные экономические расчеты не вникают. Кто-то договор заключил, а кто-то просто проигнорировал. Говорят, мол, за что платить, если все, что собирают, утилизируют сами. Я его взяла, за три года проплатила. Но за три месяца я проплатила, но мы всего два раза воспользовались этой услугой. Два раза мы вывезли, и все. Свой мусор домашний, мы, вот там листья такое все, у нас есть ямы, кучи, мы собираем там. А что такое вот уже нельзя, пакет, ездим в город и вывозим. Мои все в компостную яму слаживаю, у меня печное отопление, бумажки я стапливаю, а этот мусор все у меня перегнивает, я высеваю на огород. У Надежды расчеты свои. Лучше заплатить 30 рублей со двора, чем потом иметь проблемы с налоговой. Этот дом женщина купила недавно. Здесь еще не живет, но мусор сдает регулярно. Сухие листья, ветки, а еще пластик и стекло. Их в компостную яму не сложишь и на огород не выбросишь. Вот буквально даже недавно я заказывала трактор, нет проблем, люди приехали, культурно все мы вывезли. Сергей в Кицканах занимается вывозом мусора. Показывает бланк договора. Многие сельчане такое подписали еще в 18-м. Вывозить мусор немного дешевле, чем платить сбор в налоговую. Но до сих пор в Кицканах 35% жителей не заключили договор. У них и накопился долг перед налоговой. Многим гражданам нашего села пришел платеж за загрязнение окружающей среды. Этот платеж взимается 1861 с прописанного человека. Получатель этого платежа налоговая инспекция города Слободзей. Дальше оно идет в экологический фонд города Слободзей. Тем временем на улицах и околицах села продолжают расти мусорные горы. Вот так выглядит окраина Кицкан Покотовского. Вот по каналам сбрасываются ночью, рано утром. Неоднократно были люди пойманы, которые в 2 часа ночи, в 3 часа ночи вывозят прицепами. А вот такая живописная картина у дамбы. Местные жители ее называют Шпора. И вот как вы видите, здесь реально видно, что мусор просто выбрасывается в бывшие каналы орошения. Альтернативу мусорный налог или договор на вывоз придумали специально, чтобы этих свалок в селах не было. Но прошло несколько лет, а ситуация меняется мало. В сельской администрации ждут оплаты по долгам. Но местные жители с начисленными платежами все равно не согласны. Собирают подписи и готовы судиться с налоговой. Наталья Ткачуки, Игорь Мацота, ТСВ.